Иисус Христос говорит, иду к Отцу, ибо Отец Твой более Вы знаете, что Иисус Христос – Бога-человек. Если вы меня спросите, Христос – Бог? Я скажу – нет. Христос – человек? Нет. Так кто же Он тогда? Бога-человек. Как Бог, Он не мог страдать, а Он страдал. Как же тогда Он страдал? Так вот, мы неоднократно находим в Евангелии такие высказывания, которые как раз соответствуют Его или Божеству, или человечеству. Мы находим таких достаточно много. В этом уникальность Его личности. Такое не было никогда, потому что это единственный Бога-человек в истории. И нам очень трудно, находясь в нашем человеческом состоянии, понять, как это Бога-человек. Кто это понимает? Не знаю. Никто. Так вот, Он в Евангелии очень часто говорит, то, как Бог, я и Отец одно есть. Видевший меня, видел моего Отца. В другом есть и в другом говорит, а Отец больше меня есть. Видите? Он, который, кажется, совершал чудеса и прочее, вдруг обращается к сёстрам Марфе. Мария, где вы положили Его, Лазаря, Господи? Уж, кажется, мог бы знать. Да, Он был не только Бог, но и человек, и поэтому находим у Него вот подобного рода высказывания. Так. В продолжении темы молитвы, вот вопрос, если человек совершает какой-то грех и понимает, что вот он его и будет дальше совершать, не будет ли лицемерием с его стороны обращаться к Богу с молитвами? Угу. Угу. Хорошо. Иезуит встречает бенедиктинца. Знаете, это орден такой в католической церкви. Есть иезуитов, есть бенедиктинцев. Иезуит весёлый, бенедиктинец скучный. Иезуит спрашивает бенедиктинца, – Слушай, ты чего? Такой нос опустил, повесил. Говорит, да, что? Я спросил своего духовника, можно ли во время молитвы курить? Говорит, ты что, с ума сошёл? Ах, ты такой греховодник! Иезуит говорит бенедиктинец, ну и дурак же ты! Да кто ж так спрашивает? Что? А как же? А я спросил, а вот когда я курю, можно ли молиться? Да, сын мой, молись! Чтоб Бог избавил тебя от этой пагубной страсти! Правда, здорово? Вот, видите? Это, конечно, анекдот. Так, но в то же время тут есть как раз элемент того, что я хочу сказать, да. Никто не может искоренить себе страсти сам по себе. Искореняются страсти по мере только работы над собой. Так же, как сорняки просто так с огорода. Невозможно все! Нужно работать постоянно и выкорчевывать. И тогда еще они будут появляться. Так, и здесь то же самое. Я знаю, каюсь каждый раз, что я вот осуждал. Но я знаю, что буду осуждать. Но я постараюсь, насколько это возможно, когда я вдруг вспомню, что я делаю. Суть, еще раз говорю, в христианской жизни в борьбе с грехом. Наше добро совершается в нашем направлении нашей жизни, нашей решимости. А искоренить ту или иную страсть – это Бог помогает только по мере действительно нашей решимости, наших усилий, нашего труда. А! И скажу последнее нашего смирения. Говорят так... Говорят так... Всё! С этого часа я больше никого не осуждаю. Я! А меня в это время раз кто-то в бок как толкнёт! Я говорю, «Ах ты, ты ж куда лезешь?» «Ах! Так я ж только сейчас обещался не осуждать!» До тех пор, пока я не увижу, что действительно моя природа заражена страстями, мы должны понять, что заражена. Всё в нас есть! Всё есть! Это же надо понять! Это надо увидеть! И вот это видение того, что во мне всё это есть, и что я действительно не могу, как вот мы с вами говорили, всё это взял и решил, и всё! И избавился! И я уже чист, как голубок! Такого не может быть! Так вот, тот, кто действительно по мере видения этой своей повреждённости и по мере тех усилий, которые человек прилагает, так, по этой мере Господь даёт человеку, даёт и даст ему больше ещё силы, а может и вообще даже искоренить от страсти, от той или иной страсти человека. Даже вообще может исцелить! И от таких фактов бесчисленное множество! Вот в чём дело! Поэтому надо смущаться не тем, что я говорю, каюсь, что вот я всё больше, так сказать, я осуждаю. Да, я знаю, к сожалению, себя, кто я такой, да, но требуется что? Не просто каяться в этом, а иметь ещё и намерение удерживаться, насколько это возможно, от этого греха, бороться с ним. И тогда Господь по мере нашей решимости и по мере осознания, что сам без Тебя, Господь, я не могу освободиться, и почему я молюсь, Господь может помочь и исцелить нас. Вот такой принцип духовной жизни человека. Идёшь по городу, я говорю, часто встречаются женщины, дают разные брошюты. Я говорю, ну хорошо, вы проповедуете Слово Божие, хорошо, молодцы. Я говорю, а с этим вы умеете молиться, креститься? Одна мне сказала, нет, я креста на себе не кладу, потому что этот крест ставится на могилах, поэтому я креста на себе не кладу. А другая, а я молитву не читаю, я читаю только в салоне. Так вот, интересно, откуда пошло, что мы себя осеняем крестцом? Не знаете, откуда это пошло, что стали со знамёнами ходить в бой, например, и знамя потерять – это было самое последнее. Откуда ж это такое? Откуда это взяли, что стали кричать «Ура!» например? Откуда и всё? Крест рассматривается в христианстве как то орудие, благодаря которому произошло то, что мы именуем спасением человечества. Это знак, символ нашего спасения. Это напоминание о любви Божией к нам. Как мы, какую-нибудь вещь человека, который мы знаем, как нас любил, как мы дорожим этой вещью, бережём её, охраняем её как святыню, так и здесь крест, этот символ, символ любви Бога к нам является этой драгоценностью, святыней, которую мы напоминание себе носим даже на себе и осеняем себя крестным знамением постоянно. Вот по какой причине. В силу молитвы как он действительно почувствует на себе острый вопрос? Я думаю, почувствуйте, если будете молиться правильно и неустанно. Но я уже сказал, что мы почти не молимся. Мы читаем молитвы, произносим молитвы, а чтобы молитва была настоящей, требуется три условия. То есть есть предусловия, например, если я сам на кого-то имею злобу, не прощаю кого-то, то бесполезны наши молитвы. Просто бесполезны. Бессильны. Само собой, разумеется, я должен простить, то есть примириться. Примириться, по крайней мере, в душе, если я не могу уже по каким-то внешним причинам лично с ним встретиться и примириться. Если у меня неприязнь к какому-то человеку, тем более ненависть, а к какой молитве речь может идти? Просто даже говорить нечего. Я никогда ничего не смогу ощутить. И второе, какая должна быть молитва? С вниманием, благоговением и покаянием. То есть с душой должна быть молитва. И вниманием, и душой. И нельзя просто Господи Иисусе, Христе помилуй меня. Так, что ж я ничего не чувствую-то? Так, где же? Что-то? Ну, слушайте. Интересно. Как узнать, что действительно, посадив картошку, она действительно вырастет и даст мне что-то такое? Придётся подождать. Да ещё даже поухаживать. Так и здесь тоже. Одно дело, так сказать, начало, другое дело – её процесс. Но бесконечное количество людей, которые действительно решили, именно предприняли эту правильную молитву, а не пустословие, внимательную молитву, примеряясь со всеми людьми, ощутили эту силу молитвы и достигали даже такого, что буквально силою молитвы творили чудеса. Вот так. Нельзя вынуть рыбку из пруда без труда. Как-то такое кажется, говорит наш пословица. Вот так. Да. Во-первых, по поводу молитвы очень нас. Меня бы интересовала нашу кровь и строчки и оставила нам долги наши, якобы, и мы с военным должникам нашим и следующее, невидимое искушение избавиться от рукава. Хотелось бы узнать, как Бог может вести его искушение. И вопрос о Таинстве Крещения. Есть такая версия, которая может мирями совершать. Хотелось бы побольше раскрыть этот вопрос. Ну, первое, в отношении Отче наш. Эти слова, не введи нас в искушение, означают ничто иное, как смысл. Не дай нам, ты, не дай, Господи, впасть нам в искушение. То есть, огради нас. Вот что значит – не введи. Не в том смысле, что Бог нас толкнёт в искушение. Смысл именно вот такой. Не введи, то есть, не в том смысле, что втолкни, а не дай нам, убереги, помоги мне, избавь. Вот в этом смысле искушение. В отношении Таинца Крещения, то что происходит в Крещении? Вот здесь. В Крещении, когда человек принимает это осознанно, то есть, кто верит во Христа, я верю во Христа и потому принимаю Крещение. Потому что, если не верю во Христа, то бессмысленно Крещение. Бессмысленно! Об этом пишут святые отцы очень решительно. Например, патриарх Иерусалимский, Кирилл Иерусалимский, святой, это четвёртого столетия, он писал, если ты лицемеришь, то есть, если у тебя нет веры, если ты формально, а в IV веке, вы понимаете, начали формально принимать Крещение, потому что император Константин Великий, он объявил, дал свободу христианству и сам объявил, что он христианин. А вы знаете так? Вон, помните, Ельцин, Ельцин, что такое? Стоит со свечкой, а сам, наверное, креститься-то ещё не умеет. Только что билет в компартии положил. И все уже чиновники тоже уже стоят со свечками. Знаешь, обыкновенная история. Да и сейчас, наверное, стоит Путину только, или вместо Путина кто-то станет, который скажет, я атеист, и все тут же чиновники разбегутся. Никого в храме не найдёшь. Вот, Господи, это же извечное дело. Так вот, здесь Кирилл Иерусалимский, святой Кирилл Иерусалимский, пишет, если ты лицемеришь, то люди, священники, крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Вот это да! Слышите? Об этом пишет целый ряд святых отцов. Марк Подвижник пишет, да, если ты принимаешь крещение с верою, то тут же получаешь Духа Святого. А если в тебе этого нет, то и по крещении ты ничего, ничего не получишь. Слышите? Люди ничего, многие этого ничего не знают. Главное – крестить. А что святые отцы говорят? Если не имеешь веры, тогда вода и останется водою. то есть в пустую. А как же вы еще в те, как младенцы, как и... В пустую. Я продолжаю. Что же вы меня спрашиваете? Я вам передаю святых отцов. Я же откуда я знаю? Я передаю только их. Они говорят, вода останется водою. И тот, кто не имеет веры, он не получит Духа Святого. Правда, я думаю, что если бы эти святые отцы сейчас бы начали говорить, мы бы им всыпали, бы они бы узнали тогда. Да. Что кто лучше понимает, они или мы? Насчет младенца я вам скажу, что до IX века, до IX столетия, только в IX столетии началось крещение младенца в православии, а у римлян уже в IV столетии. И постепенно это перекочевало и к нам. Восток еще держался и говорили, что Христос сказал, кто веру имеет и креститься спасен будет. Еще верили Христу. А потом сказали, ты, Христос, немножечко так... Ну, ошибаешься все-таки так. Немножко. Почему это верит? Или переложили это на кто-то такой верит. Вот так. До IX века этого не было. И у нас на Руси в XI столетии еще не было крещения детей. Но потом потом тоже стали. Но вы не думайте, что этим самым я вам говорю, что, значит, все полное, категорическое, нет для крещения детей. Нет! Есть, оказывается, исключения. Есть родители действительно знают христианство, знают и следуют христианской жизни, могут крестить ребенка с полной решимостью воспитать его христианином. Если же этого нет и сами ведут неизвестно какой образ жизни, и ребенка не воспитывают, тогда они эту драгоценность бросают куда? Навоз. Вот, оказывается, что в крещении происходит. Я приведу хотя бы одно высказание одного святого для того, чтобы вы поняли, что в крещении происходит. Тогда, то есть, когда приходящая креститься, тогда Бог Слова, то есть Христос, входит в крещенного, в крестящегося, как в утробу преснодевы и пребывает в крещенном как семя. Вот, оказывается, когда входит Христос, как в утробу преснодевы, верующего. Верующего дается семя, как пишет в Арсенове Великий, прежде чем что-то хотите посеять, подготовьте почву. Поэтому, например, в Древней Церкви крестили через год, два, три так называемых обучения человека христианству. Когда он понимал, что такое христианство, понимал, что такое крещение, понимал, зачем это крещение, тогда только ему давали это драгоценное семя. в противном случае дать, чтобы он его попрал, потоптал. Нет, 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 что вы, что вы! Нет! Год, два, три! И уже, когда действительно видели, испытывали, как ты веришь, как ты понимаешь христианство, как ты понимаешь крещение, как ты живёшь, главное, тогда уже он принимал крещение. Поэтому, видите, например, Василий Великий, у него родители причислили к книгу святых, но вы знаете, не крестили его. И он, ведя святой образ жизни, крестился только в 30 лет. Иоанн Затауст крестился только в 24 года. Григорий Богослов только в 26 лет. И прочее, и прочее. Амбросий Медиаланский. Ну, все тогда так были. Все такой, почему готовились? Это же такое таинство! Таинство, что вы! Это же не пустушка! А потом во что превратили? В пустой обряд! Обряд! Крик, шум! Дети кричат, батюшка чего-то бормочет! Толкнули – всё! Это священное таинство такое! Я говорю, надо бы крещение сделать, знаете как? Сделать таким торжественным, каким является, например, у нас таинство брака, венчание. Посмотрите, какое торжественное! Вот каким бы надо сделать таинство крещения! О! Это было бы замечательно! Это торжество, чтобы было рождение! А у нас часто во что? Ну, вы же знаете, кто, наверное, все присутствовали, когда что там происходит подчас? А ещё, когда несколько человек собирается, и что там бывает, боже мой? Как дети пищат, и плачут, и мамаш, и ахахах ходят, и всё такое! Это же торжество превращается во что? Вот! Так вот, значит, таинство крещения, которое вы спрашивали, искренне верующему человеку даётся семя. Но это семя нужно взрастить. Каким образом? Мы знаем все, все знакомы с огородами, надо пропалывать сорняки, страсти, нужно поливать водичкой, каяться в грехах. Правда же? И солнышко нужно учить молиться. Вот тогда это семя прорастает в человеке, и он становится действительно тем, который озаряет буквально всех вокруг себя лучом солнца в тёмном царстве. Вот что такое! Вы слышите какое-то величие таинство крещения! И как мы его низвели, до какого-то обряда, в чём без всякого торжества, как венчание надо сделать крещение, чтобы это торжество было, а не что-нибудь! Это рождение! Посмотрите, как празднуем рождение! Вот и здесь надо было бы точно так же! Увы! Ну, вот что сделаешь? Но во многом это зависит от родителей. Пожалуйста, они могут! Они могут это сделать! Могут! А крестить? Ну, как вы желаете, если у вас вы видите, что вы способны воспитать его в христианских началах, и берёте на себя ответственность за это перед Богом, за Него отрекаетесь от всех гадостей, то есть от сатаны. Если у вас есть такая решимость, пожалуйста, крестите! Крестите! Но если нет, помните слова Христа человеку, который зарыл свой талант в землю, с каким гневом Господь говорил на Него. И нам нередко ваши крещённые, посмотрите, ведут себя хуже некрещённых. Это мы, что ли, хотим? Да? Надо это помнить и относиться к этому со всей ответственностью, чтобы не подпасть под гнев Божий. Знаете, какие есть слова страшные? Проклят всяк, который творит дело Божье с небрежением. Страшные слова! И когда мы крещение превращаем в пустой обряд, а не в священное таинство, перед которым нужно с величайшим благоговением только стоять и относиться, и совершать, с подготовкой, как сказал в Арсенофе Великий, подготовьте сначала почву, а потом уже сейте туда. А тут без всякой подготовки. Без всякой. Так же, как и причащение тоже. Вот такое несут причащать. Вы что думаете? Её тут же вытирают всё. Неужели трудно понять, что ребёнок ещё причащается, он ещё никто, у него нет ума, нет понимания, нет разумения? Вы, родители, причащайтесь! И тогда ребёнок с вами, пожалуйста, сопричащается. Может, тогда его причащать, тогда будет во благо. А тут от телевизора там ещё причащается. И это равносильно знаете чему? Взять ребёночка под душ. Ой, как хорошо! Чистенький какой! И в свой грязный омут. Родители не причащаются. В каком омуте они находятся? Что, в чистом, да? И принимают его в свой грязный омут. Причастился мой ребёночек. Причащаются, не понимая, потому что причащаются не ради спасения, а опять и с какой целью? Чтобы не плакал, не болел, хорошо рос, а ты, Господи, вот что нам нужно. И наказываем сами себя этим самым, чтобы, опять-таки, святейшие тайны сопричастия во что превращаем? Вот, в одно земное средство. дай нам благо на земле и сами себя наказываем, ибо проклят всяк, творящий дело Божие с небрежением. Вот оно, оказывается, какое дело. Святые отцы об этом как пишут? Серафим Саровский пишет, что на земле ты причастился, а на небе останешься непричащённым. Даже так ничего не помогает. Ничего не помогает. Мы знаем, всегда так было, и вы с своими святыми отцами идите куда-нибудь. Вот так. Мы лучше знаем. Запомните, что если кто лицемерит, лицемерит, то и что? Не ради веры, не ради спасения, да, без благовения, да, без своей подготовки к христианству. крестит, то люди крестят его, а Дух Святой крестить не будет. Да, не в наше время он живёт. Мы бы его поучили бы, конечно. Ну, ладно, хорошо. – Да, если крещение производит священник, да? А в один случай бывает такая ситуация, когда крестик в мире нет, просто не священник. – Хорошо, да. Я вам скажу, что в исключительных обстоятельствах, когда нет никакой возможности совершить таинство через священника, тогда может мирянин может это сделать, совершить крещение, но миропомазать он не может, потому что мира у него нет. Он не может совершить таинство миропомазания. Это другое таинство. И тогда этому крещеному придётся потом, когда будет возможность, то получить ещё миропомазание. Вот так. А крестить в исключительных случаях можно. Так же, как на дороге, когда мы едем по правой стороне и вдруг здесь упало дерево, мы объезжаем на встречную полосу и ничего. В качестве исключения можно и по встречной полосе проскочить. Вот так. Да? В начале лекции вы говорили про вот вектор духовной жизни, когда человек в общем-то достойно себя ведёт, когда с ним приятно и так далее. У меня есть знакомая такая, которая всем очень люба, мила, с ней действительно приятно, всегда придёт на помощь. Ну, в общем, человек абсолютно милейшей души и замечательный, искренний человек. То есть делает это не ради похвалы и так далее. Но при этом человек не верит в Бога живого. То есть можно ли говорить что человек в духовной жизни или вот этого вектора в общем-то маловато для того, чтобы сказать, что человек в духовной жизни живет? Спасибо. Я вам ничего не сказал, но сейчас кратко скажу, что нужно различать два понятия нравственность и духовность. Это вещи различные. Нравственность касается всего того, что связано с внешним поведением человека. Именно человек, допустим, кого мы назовем нравственным? Кто не убивает, не грабит, не нарушает законы, не оскорбляет других людей, ведёт себя со всеми, ну, скажем так, нормально, всё по-хорошему и так далее. Это нравственность, мы говорим, это нравственный человек. Но есть, оказывается, другая сторона, духовная. В чём же она заключается? Я тоже никого не убиваю, не граблю, ничего, веду со всеми. Ну, как? Прямо в рай, прямо в рай, только ножки поднимай. Оказывается, а в душу надо заглянуть-то. А в душу-то мы, человек, и не заглянем. А всё то, когда мы говорим о духовности, мы говорим как раз о состоянии души. Что в моей душе в это время? Сколько там тщеславия, самолюбования, лукавства, лицемерия, человекоугодия. Вы слышите, сколько у меня, может быть, этих там внутри себя? И гордость, и мечтательность. Всё это скрыто в моей душе. Внешнее поведение и внутреннее состояние – это вещи разные. И можно, оказывается, внешне, нравственно быть безукоризненным человеком. Нравственно. И в то же время в душе может быть быть всё, что угодно. Подчас бывает даже такое. Недаром Христос помни, кого больше всего Христос обличал в Евангелии – фарисеев. За что? Они внешне безупречны были. Всё исполняли, весь закон Моисея. Становились на перекрёстке дорог даже, звонили в колокольчик перекрёстки улиц. И нищие к ним бежали, и они торжественно раздавали. помните притчу даже, где Христос говорит, как фарисей хвалился перед Богом, и как он сокоризный говорил о мытаре. Но это не обязательно, это уже крайняя степень, это фарисейство. Это крайняя степень. Но я просто хочу сказать, что духовность – это ненравственность. Даже при нравственности можно быть, оказывается, духовно, совершенно поражённым человеком. А таких даже прямо так говорят – святой сатана. Совне безукоризнен, а внутри что? Почитайте Достоевского «Униженные и оскорблённые». Ох, как он там великолепно говорит о том, что если бы только открылось, что присутствует душа человеческой, так говорит, тогда бы и миру нужно было бы задохнуться. Даже так он говорит. Вот так. Так что вот это внешнее поведение и внешние, так сказать, вот эти свойства человека – это природные свойства подчас, просто природные. От меня ничего нет. Это то, что природные какие-то свойства, природные дарования. И больше ничего. Как у одного, знаете, таланты большие, у другого маленькие, он тут ни при чём. Это природа. Так же, как природа вокруг нас – кошечки, собачки, голуби и так далее. Ну, что же, так и здесь природа. А духовность – это то, что приобретается борьбой. Вот у меня зависть там, не могу, соседа. Я борюсь с этим или нет? Вот если я борюсь, приобретается духовность действительно. Борюсь с алчностью, борюсь с самолюбием. Вот, оказывается, уже такой духовность. А то, что мне от природы дано, ну, кто и есть, кто и есть. И есть действительно, рождаются люди овечками. Ой, какие приятные! А есть рождаются волками. Ой, какие неприятные! Да они родились такими! И с каждого спросится, соответственно, с чем он борется? С чем овечка может бороться? Да чего ж я хороша! С чем волку бороться? Да чего ж у меня ужасные зубы! Вот, в чём дело-то! Вот, что такое духовность! Вот. Вот так! Поэтому вот эта вся внешняя хорошесть – это, может быть, просто природные свойства, и нам всегда приятно с таким человеком общаться. Но это не духовность, поскольку здесь мы не видим, не знаем, и, скорее всего, даже и нет, как вы сказали, Бога даже не верят, нет никакой борьбы вот совсем тем, что мы называем страстями человеческими. Вот так! Ну, подскажите, пожалуйста, если в семье есть умершие баптисты или иноверцы, как вы, христиане, должны относиться к молитве о них и упоминаниям? Должны относиться очень хорошо! То есть, должны молиться, должны о них молиться, а святитель Афанасий Сахаров так, он даже пишет так, да, поминайте их и пишите в записках, но только не пишите там, что баптист, а то смотрите, на кого попадёте, а то вам скажут, вам скажут, ах вы, мы можем и должны молиться за всех! Вот, атеист, молиться, сатанист, ещё больше молиться, чем больнее человек, тем больше требуется внимания, большая молитва за него, за всех, христианство для религии любви, а не секта, которые молятся только за своих. Христос сказал, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молите за обижающих вас, видите, вот так, так же нечего смущаться. У меня вопрос такой, как мне правильно назвать своего друга, который живёт в далёком заушенном себе, он дед, он лечит малых детушек, он избавляет от алкоголизма, от курения, вот, ну понимаете, некоторые люди иногда всё-таки, вот я читал комментарии в интернете, его считают, ну скажем так, ну некоторые считают его и дьяволом, и, ну как может и дьявол лечить малых детушек, у меня на глазах зашла женщина, ну несла девчоночку, она кричала, она глазами кричала, так все слышали, и какие-то тогда доли минуты она выходит, ребёночек спокоен, она улыбается, понимаете, вот это может быть он последователь любого или нет? Спасибо. Никогда мы не встречались с таким явлением, вот человек очень расстроен, друг другой человек, приходит к нему и удивительным образом успокоил его. мы все друг на друга действуем, все, по-разному, и по-хорошему, и по-плохому, и с разных сторон. И, в частности, я сказал, может успокоить человека. На что мы действуем здесь? У человека нервы успокаиваются. Представьте себе! Человек по природе, по своей природе, обладает, если хотите, как сейчас это есть такое словечко, обладает всеми харизмами, то есть всеми, если хотите, талантами, всеми способами, всеми силами, в частности, всеми природными силами, которые только существуют. Потому что человек – это единственное существо, которое был назван образом Божиим. И есть люди, в которых действительно вот эта способность, какая-то даже целительная способность, может проявиться. Может проявиться. В нём. Потому что человек по природе, ещё раз вам говорю, это совокупность всех совершенств, которые, правда, слава Богу, скрыты в нас. Если бы это во мне сейчас открыл, до чего же я велик, то превратился я вот тут же в дьявола. Потому что нет смирения. Поэтому всё это, слава Богу, закрыто. Так вот, в некоторых людях открываются способности. Я помню, как-то в советское время в какой-то журнале или газете прочитал, вот осталось же в голове, эффект какой-то розы Кулешовой. Это девочка, которая училась в каком-то там в средней школе и обладала необыкновенной способностью. Она приходила в класс и говорила каждому, кто что сегодня съел утром. Все удивлялись. А отцу своему, отца своего, она сразила, что это не насмерть. Он работал в каких-то органах секретных. И она говорит, папа, у тебя вот, смотри, в сейфе, надо, что у тебя написано, как интересно. Тот в ужас пришел! Сквозь сейф видит! Это не от Бога и не от дьявола. В принципе, у человека есть такие способности. Но как мы можем, как мы можем, имея, например, хороший голос, и я из обычного человека могу превратиться в настоящего беса. Почему? Я маниовации, о, залы собираю! И начинает развиваться эта гордыня. Страшное дело. О, еще как! Что вы! Говорит, артист, которому не хлопает, все, он погиб. Уже привык. Так вот, так и здесь тоже. Могут быть, могут эти природные свойства проявляться и у человека иногда. Даже такие целительные свойства могут быть. Церковь, говорит, относиться к этому, к этому относиться с высшей степенью сдержанно. По какой причине? первая причина, которую я назвал – легко впасть в самомнение и гордыню. Но есть хуже еще причина. То есть, не знаю, хуже или нет, трудно сказать, по крайней мере, что действительно, действительно, можно заняться колдовством. и тогда, действительно, тоже можно добиваться некоторых эффектов. Тоже можно. Правда, они всегда имеют обратное действие, как бумеранг. Это надо помнить. Почему церковь запрещает обращаться к кулданам, ворожаям и прочее? Это бумеранг, который, кажется, с одной стороны лечит, другой – калечит. Почему? А очень простая причина. Представьте себе больницу операционную, особенно то операционное отделение, где делают операции на сердце. Вы знаете, там какая стерильность? Говорят, там, ну, абсолютно, насколько это возможно. И вдруг говорят, а вот человек, который может вам провести тут всё сделать? И он на улице грязь, дождь, и он в этих сапожищах в эту операционную зашёл. Что будет? Кажется, в этот момент он что-то сделал, кажется, сделал всё положительное. А там начались такие процессы, боже мой, полного загрязнения человеческого организма, убийства. Убийства. Потому, христианство говорит, нельзя человеку, неочищенному от страстей, нельзя к этому человеку обращаться, к неочищенному от страстей, а особенно тем, которые связаны прямо откровенно, вот эти колдунии там и прочие, всякие знахари, которые прямо связаны с дьявольской силой. вы можете заразить человека такими вещами, от которых потом бедный так и погибнет духовно и телесно, а не только духовно. Были же случаи, когда один даже, кажется, изгнал беса из человека, из женщины одной, а она опустилась потом в такой разврат, что все взвыли. Вот бесовская, а вот эти Кашпировский. Вы знаете, что творилось со многими людьми, что творилось, которые по телевидению-то сколько людей пострадало от него. Пожалуйста, вам, сколько людей пострадало в Александрове. Да, была газета, издавалась газета, и там прям факты, приводились факты. Я очень сожалею, что не собрал этих каких-нибудь газет. Да, что происходило, какие сердечные приступы были тяжелейшие, какие-то ещё были повреждения, нервные какие повреждения от этих сеансов, когда находились, когда люди перед телевизором пытались, да, излечиться от той или иной болезни. Вот! Так что, первое, у человека могут быть эти способности. Второе, такие явления могут происходить не только от Бога, но и действительно прямо от бесовской силы, что грозит человеку огромными опасностями. И поэтому, не зная, откуда это, святые отцы предупреждают, когда не знаете, лучше воздержитесь. Не знаете источника, лучше воздержитесь, чтобы, помните, клятву Гиппократа не навреди. Кому? В данном случае, себе. Вот так. Если можно, проясните, пожалуйста, вопрос о встрече нашего Патриарха с Папой католицизм, то я просто буквально перечисляю те тяжелейшие нарушения веры и принципов духовной жизни, которые присутствуют в католицизме. Я об этом говорю это постоянно, и поэтому к подобным родам встречам я отношусь очень осторожно. Пока ничего из этого не последовало, но я отношусь очень осторожно. Боюсь чего только? Сближение. А это сближение сейчас в христианском, в православном мире наблюдается. Патриарх Варфоломей, например, Константопольский прямо заявил, что сейчас наступила очень благоприятная обстановка. Сейчас это с Папой Франциском. Да, как никогда. И я надеюсь, что скоро состоится полное воссоединение с католической церковью. Хотя, может быть, это не при моей жизни, он говорит, оговорку, но я надеюсь, что это произойдёт. Я, когда прочитал это, я был крайне удивлён. Удивлён почему? Потому что католицизм впал в множество ересей. И не только ереси, то есть повреждение догматического характера, но ничуть не лучше, если не хуже, повреждение духовного порядка, когда духовностью и святостью называют то, что в православии и во всей западной церкви и в нашей православной церкви первого тысячелетия именовалась как бесовская прелесть. Вы слышите? И теперь эта бесовская прелесть в католицизме объявлена то есть уже целое тысячелетие уже вот это всё второе тысячелетие объявлена святостью. Это ужасно! Ведь что такое церковь? Церковь это, если хотите, как правильно это говорят, это корабль спасения. И если этот корабль не спасает, а напротив губит, тогда это уже не церковь. Поэтому католицизм даже и называть церковью невозможно. И поэтому ко всем контактам с ними вообще вот эти экуменизм, как таковы экуменизмские контакты, я отношусь очень сдержанно. Я говорю, что значит сдержанно? Мы общаемся с людьми разных вер. Мы общаемся с атеистами, потому что есть вопросы, которые не имеют никакого религиозного значения, а касаются жизни, жизни общественной, жизни нравственной жизни и так далее. И здесь можно общаться с кем угодно, неважно, католик, протестант, атеист, буддист, мусульманин, со всеми. А вот когда касается уже вопросов чисто христианских, вот здесь я считаю, католицизм ересью самой настоящей, и поэтому ко всем контактам с ними я отношусь очень большой осторожностью. Мне приходилось участвовать в собеседованиях в составе нашей делегации русской церкви с ватиканской делегацией, ну, ещё в давнишние времена, прошлого тысячелетия. Вот так. Я знаю, кто это такие, да, и какие нарушения у них. Вот так. Когда они просят ответить на вопросы, пожалуйста, мы готовы ответить каждому прошающему. Как смотрит православие на тот или иной вопрос, пожалуйста, мы готовы ответить кому угодно, и атеисту, и католику, кому угодно. И в этом плане, пожалуйста, контакты возможны. Единственное, что я считаю невозможным. Это когда эти контакты приобретут вектор, направленный на воссоединение. Вот здесь тогда я решительно против. Вот так. Так. Ну что же, наше время не истекло ещё. Как вы думаете? Что-то вы... Вы знаете, что? Первое объявление, которое я делаю, начинаю учебный год студентам. Я говорю, приказ по Академии следующего порядка. Сейчас. Следующий приказ. Вы должны, студентам, точно по расписанию, когда кончается урок, делать кроткие лица и рок ногами под столами. Ох, великолепно исполняют, вы знаете. Секунда в секунду. Такой урок ногами под столами, что, боже, я кричу, хватаясь за голову, всё, 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 кричу, всё, урок окончил, окончил. Вот так. А у нас вот, я не знаю, было вам такое объявление, когда у нас урок ногами под столами? Возможно. Ну, давайте, вы просили слово и сейчас, да. Конференция происходящего, она высокая украина, ну, гражданской войны. Что? Ну, это было в случае, ссором, да, то есть, ну, как бы, голославные, всякие, поджинские ссором. С той и другой стороны. Что будет там? Там? Наверху? Ну, то есть, под ней, и, по собой, с другой стороны, с другой стороны, считаешь, что они сражаются, все, они будут защитять свою семью. Новые истории-то проходили или нет? Вы помните, какие у нас были, когда междуусобицы на Руси, когда один князь с нерукотворенным спасом, знаменем, другой князь с покровом Божией Матери и двинули друг на друга и насмерть бились княжеские дружины. И те православные, и эти православные. Вы скажете, как же там? Вы знаете, я ещё не научился, вот связи у меня как-то не с божественным умом, чтобы узнать, как там будет решён этот вопрос. Печально, печально, и всё это свидетельство, до чего мы докатились. Все мы, не только они. Запомните, пожалуйста, тот эпизод из Евангелия, очень яркий эпизод, в котором говорится следующее. Силамская башня упала и убила восемнадцать человек. Христу, говорят, Христос ответил. Вы что думаете, эти восемнадцать погибших были грешнее всех в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но все также погибнете, если не покаетесь. Вот ответ. Где и как найти духовника, какими критериями руководствоваться, и вообще нужно ли искать его в православном христиане? Ну, я немножечко же коснулся этого вопроса. Надо быть чрезвычайно осторожным в наше время. Всегда было мало духовников, сейчас очень много. Причём таких духовников, что, боже мой, можно взвыть подчас от того, что только делают. Подчас такие вещи, что даже неприлично не могу, расскажу, могу только вот в частном разговоре даже. Причём никакие духовники, вы не думаете, какие-нибудь там, знаете, где-то такой. Нет! Такие, в котором едет множество людей, и очереди целые, и что там происходит. запомните, сегодня день преподобного Иоанна Лесвичника, и что он говорит, то относится к нашему времени в полную меру, прежде чем вдать свою душу кому-то, испытайте, узнайте, перевожу, познакомьтесь, и так сказать, искусите, чтобы не разбить свой корабль спасения, о камень, вместо пристани. Сейчас без всякого разбора только сказала, да, прозорливый, ой, да, поехали! Не зная человека, только потому, что кто-то сказал, и мы уже с полным доверием едем, уже с ним разговариваем, как с человеком, который сейчас от Бога говорит. Запомните, пожалуйста, всё это было в истории древнего языческого мира. В древней Греции были такие места, где оракулы ходили к этим оракулам, так же ходили, точно, и так же они давали ответы, в чём оракулы были подчас очень умные люди, не думайте, ничего они не предвидели, ничего они не знали, но были умнецы вроде вот того иезуита, который, помните, как сказал «Дурак же ты!» Я спросил только, можно ли молиться, когда курю? Вот как нужно! Так и оракулы отвечали тоже. Как отвечали? Например, вот известный такой яркий пример. Пришёл к нему князь, идти мне на войну или нет с тем? Ответ оракулов, если пойдёшь, разрушишь великое царство. чьё? Какое? Своё или его? Вы знаете, ради Бога не ищите прозорливцев! Это одно из страшных бедствий нашего времени. Ищут не духовного наставника, вы слышите? Не духовного наставника ищут, а прозорливца ищут исцелителя. и получаем по заслугам. Кто это интересно идёт к духовнику и спрашивает, как мне избавиться от зависти? Кто это стоит в очереди там кому-нибудь к Матроне или кому-нибудь и скажет, что как мне помолить, чтобы избавиться от тщеславия? Да на него посмотрят, ты что? С чем идут? Материализм! Дикий материализм охватывает нас! Мы скоро совсем уже потеряем веру в вечную жизнь, что мы созданы для вечности, а не для этого мига существования, для этих мгновений, для вечности! Это только вот экзамен, чтобы вступить туда, в нашу жизнь, только экзамен! И мы вдруг продаём за чечевичную похлёбку, помните это откуда? Вечность продаём! Как Исаф продал своё первородство Иакову за чечевичную похлёбку! Так и мы тоже самое! Первый признак действительно наставника – это рассудительность, основанная на знании святых отцов! А когда человек говорит, вот вам пример привяжу, одному нашему студенту говорит духовник, завтра ты женишься вот на такой-то! Батюшка, как? Вот так, такова воля Божья! Замечательно! Я говорю, да, уж против этого не пойдёшь! Он знает, видите ли, воли Божьей! Какой ужас! ужас! Какой ужас! Да! Поэтому в отношении духовников нужно быть высшей степени осторожным! Надо искать не прозорливых, не чудотворцев, а искать разумного священника, который не мнит о себе и даёт советы от святых отцов и не изображает о себе никого. Феофан, то есть Игнатий Вринчинов писал очень страшные буквально слова об этих лже- лже- духовников. Да, говорил, что это артисты и лицемеры, да, которые берут на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Вот как! Поэтому нужно быть в высшей степени осторожным. Чем же руководствоваться, скажете? Ой, уже давно говорят. Руководствоваться Наде чтением вот этих вот добрых книг. Для нашего времени, слава Богу, есть Игнатий Вринчинин, да, есть! Это сокровище! Вот эти книжки Игумна Никона Воробьёва, который буквально переложил всю суть эту на современном языке, всю суть духовной жизни. Пожалуйста! Иоанна Валаамского, пожалуйста, Георгий Затворник, да, Игумен Арсений Сибряков, есть же хорошие книжки, да, ими надо руководствоваться. Они могут нам помочь в духовной жизни. Вот так! Только не чудотворцы, только не прозорливые. Услышите прозорливость? Бегите! Как правило, на 99,9,9,9 в периоде, а может быть, все 100%, здесь прелесть и заблуждение. Святые отцы древние говорили, добродетель, вынесенный наружу, будет украдено. И тот, чья добродетель обнаруживается Всюду, всюду знайте, что этот человек находится в прелести и заблуждении. Вот как! Предупреждали! Надо читать! Вот эти книги, они нас наставят и научат. Спасибо вам большое! Всем вам желаю спасибо!